Как говорится в одной известной пословице, ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить. В этих словах есть львиная доля правды, но только в том случае, если подходить к этому процессу неподготовленным, без четкого плана, а главное хотя бы предварительной сметы. С чего начать ремонт? Первое, что надо четко понимать, это то, какая должна быть итоговая картинка. Что вы хотите видеть в результате? Если картинки нет, создайте ее у себя в голове. Нарисуйте ваше предпочтение. Пусть сначала это будет просто ваза с цветами. Подумайте, на каком столе эта ваза должна стоять. И так далее, и так далее, если муза вас никак не посещает, откройте картинки в интернете и листайте. Это может быть просто запрос в поисковике, может быть инстаграм или популярный пинтерест. В процессе перелистывания картинок, сохраняйте то, что вам нравится. Пусть это будут просто какие-либо детали в интерьере, сохраняйте эти картинки. Потом, когда вы соберете достаточное количество таких картинок, вы уже будете понимать, что хотите получить. Подбор мебели и так, исходя из желаемой картинки, составьте перечень мебели и предметов интерьера, которые следует заменить. Затем нарисуйте план расстановку мебели и предметов интерьера. Так вы получите перечень мебели с требуемыми примерными размерами. Теперь посетите магазины и подберите себе все необходимое. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Таким образом, у вас будет готовый список с мебелью, в котором указаны цена, размеры, цвет материал. Для чего важно сначала подобрать мебель? Это важно для того, чтобы понимать, реализуем ли ваш план расстановка или стоит поменять что-либо. Кроме того, ремонт – отличная возможность переделать существующую электрику под себя, установить розетки там, где вам надо, выключатели, где удобно, провести дополнительное освещение. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Выбор стройматериалов после необходимо подобрать подходящее напольное покрытие, решить красить или оклеивать обоями стены, или, может быть, и вовсе обить их, используя декоративные панели. Также важно определиться, каким будет потолок – гипсокартон или натяжное полотно. Смета и так у вас есть подробный перечень мебели и стройматериалов с ценами. Пора составлять смету, прибавив к уже имеющимся расходам оплату рабочих. В конечной сумме добавьте еще 20%. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Как правило, стоимость ремонта всегда увеличивается, следует быть готовыми к этому. Ремонт – дело хлопотное, но конечный результат всегда стоит всех потраченных усилий, особенно если подойти к делу с любовью. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok